700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. В книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели книги «Китайская власть». Как я и говорил, предстоящие переговоры Си Цзиньпина и Байдена ничем не закончатся. Тем не менее, они прошли, были заявлены стандартные тезисы со стороны Си Цзиньпина. Американская сторона пока не публикует своего итогового текста этих переговоров. Хотя китайцы моментально начали выкладывать в сеть результаты этих переговоров. То есть они уже знали, что они будут выкладывать. Все было готово. Центральное телевидение Китая опубликовало сразу же итоги этих переговоров. Заявление Си Цзиньпина. Пока заявление Байдена мы не знаем. Судя по всему, он хотел продемонстрировать свою решительность. Давление на Китай, но не вышло. И, скорее всего, американская сторона опубликует итоги переговоров чуть позже. Перед тем, как обсуждать эти переговоры и другие актуальные вопросы. Возможно, сегодня YouTube заблокируют. Поэтому у нас есть зеркало на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Если для вас YouTube не заблокирован, подписывайтесь на канал. Если не подписались, пишите комментарии. Способствует это распространению канала. В рекомендациях YouTube распространяйте его. Соответственно, этот ролик в своих социальных сетях. В Facebook, ВКонтакте, где вы сидите. Сейчас очень много необъективной информации о Китае. Информация о Китае. Сегодня, кстати, об этом поговорим. Используется как элемент и инструмент в информационной войне против России. Пытаются доказать, что Китай не исполняет каких-то обязательств. И, играя двойную игру, является ненадежным союзником. Объективной информации мало. Если вы подписываетесь на этот канал и распространяете эту информацию, то вы способствуете распространению объективной информации. Вернемся к этим переговорам. Дата выбрана 18 марта. За сутки фактически до переговоров. Так обычно не делается. Обычно это сильно заранее сообщается китайской стороне. Но китайская, американская сторона фактически поставила определенного рода ультиматум. Си Цзиньпину потребовала от него телефонных переговоров. Срок 18 марта, наверное, объяснять не надо. Хотя мало ли что в голове у Байдена. 18 марта день возвращения Крыма. Начало было назначено прямо на время выступления президента России и на концерте, митинге в Лужниках. Совпало 16 часов по московскому времени. Ну, а, соответственно, Крым, выступление президента, либо полнолуние, что-то из этих факторов было решающим для президента Байдена. Но, тем не менее, вот он назначил эти переговоры на 18 марта. Почему-то американская сторона очень любит назначать на это число переговоры. Прошлые сорванные, неудавшиеся переговоры были назначены для китайцев 18 марта 2021 года. Наверное, вы помните, зрители моего канала. Ян Зи Чи, представитель Политбюро, глава внешних связей ЦК, поехал в Анкович на Аляску, где встретился с Блинкиным. И тогда их переговоры начались с руганий и взаимных обвинений, что обычно не бывает в дипломатической практике, особенно в китайской дипломатической практике, которая достаточно церемониально и миролюбива. Вот пикировка произошла, но она произошла несколько в другой сфере. Американцы отправили ракетный эсминец в Тайваньский пролив прямо в день переговоров. Китайцы ответили тоже таким определенным жестом, направили туда авианосец Шаньдун, который прошел не так далеко от этого ракетного эсминца. То есть вот такой фон предшествовал этим переговорам. Естественно, теме китайско-американских отношений. Очень много роликов здесь посвящено. Самый главный тезис, который развивает большинство экспертов в российско-китаеведной среде, это то, что китайцы и американцы имеют большой товарооборот, поэтому они хотят за спиной у России, значит, ее там чуть ли не поделить, и они договорятся. Ну, ничего подобного, да. То есть на канале несколько роликов снято. Почему в нынешней конфигурации, внутриполитической, в первую очередь, Си Цзиньпина, представители военно-политической армейской группы и Байдена, представители демократической пары США, такой диалог просто невозможен. Ни при каких условиях это очень острая борьба между противоположными силами. И те, кто выдвигает аргумент финансовый в политической борьбе, они не понимают, что в борьбе за власть, влияние власть и, значит, удерживание позиции приоритетны перед финансовым фактором. Если у вас нет власти, у вас не будет денег. А если у вас есть власть, у вас будет и власть, и деньги. Так это и работает. В противном случае нет смысла Си Цзиньпину обрушать китайско-американские связи. В течение последних, как минимум, 8 лет он этим занимается. Очень успешно, если это можно назвать, успешной деятельностью. Тем не менее, акции китайских компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, потеряли триллион долларов, продолжают терять. Приняты другие негативные шаги в отношении американских игроков на территории Китая и за его пределами. Де-факто, при том, что Си Цзиньпин является лидером всех китайцев, как и солнце, которое светит и на праведников, и на грешников, тем не менее, его реальная политика – это политика антиамериканская. Во многих роликах я об этом говорил. Хотя, с видимость миролюбивой политики и стремлению к стабильности Си Цзиньпин пытается сохранить. Это видно из его заявлений, которые опубликовало центральное китайское телевидение. Он назвал мир самым ценным сокровищем, который может существовать, что конфликт на Украине не в интересах никого в этом мире и так далее. То есть, это внешне миролюбивая политика, но де-факто это политика разрыва США. В первую очередь, США, которая представлена в демократической партии США и союзной врагам Си Цзиньпина, комсомольской группе, которая выстраивала с ними свои отношения. Вот примерно так все это развивается. На фоне этих переговоров сегодня The Economist – это британский журнал. Мы знаем, что британцы – это лучшие друзья американцев за последние 300 лет. Соответственно, особенно с периода войны за независимость. Опубликовала обложку с двумя лидерами России и Китая с надписью «Новый альтернативный мировой порядок» и «Дружба без границ». Это фраза из цитаты, из заявления совместного Путина и Си Цзиньпина по итогам встречи 4 февраля. Вот такую обложку публикуют англичане, лучшие друзья американцев в преддверии этой встречи. Тоже достаточно знаково. И, судя по всему, по итогам вот этой встречи, переговоров онлайн между Си Цзиньпином и Байденом, консенсус будет окончательно разрушен. И уже каких-то общих точек, особенно на фоне вот этого истеричного, совершенно неподобающего великой державе дипломатическому стилю, угроз, запугивания и давления на фоне вот этого всего, я думаю, что дальнейшие встречи будут еще, короче, если они вообще будут онлайн. И думаю, что это может быть чуть ли не последние такие переговоры между Си Цзиньпином и Байденом. Потому что смысл дальше общаться, встречаться, наверное, уже отсутствует. Ну и тем более, что мы помним, что не только нашего президента Байден объявил негодяем или головорезом, но он точно так же назвал гораздо раньше Си Цзиньпина головорезом и обвинил его в геноциде миллиона уйгур. То есть это равноценное обвинение, которое сейчас сыпется на нас. Тем не менее, с уважением к лидеру американского государства, Си Цзиньпин провел эту встречу, не стал резко отказывать, но то, что регламент был изменен, это четкий сигнал о том, что это была встреча вежливости, не больше того. Другой важный момент, который сейчас существует в отношении Китая, в российском информационном пространстве, просто задействованы тысячи способов, чтобы обвинить Китай в ненадежности. И многие рассказывают о том, что Китай не хочет какие-то запчасти нам поставлять без ссылки на китайские источники. Вот сейчас начали рассказывать, что некий производитель крупнейшей системы безопасности, китайский, уходит с российского рынка. Эта информация распространялась два дня. Сегодня было опровержение с этой компанией, что это конкуренты, эта информация не является верной, это дезинформация, никто никуда не уходит. А я по личному опыту могу сказать, что сейчас все мои крупные китайские компании, знакомые, с которыми я работаю, взаимодействую, они на порядок больше стали активны. Они ищут возможности заместить западные бренды, открыть новые проекты, обращаются с теми или иными предложениями. Качественно меняется активность китайцев на российском рынке, хотя, конечно, волатильный курс рубля влияет на активность китайцев. Тем не менее, китайцы чувствуют перспективы, пытаются заместить какие-то позиции Запада. И все это работает достаточно активно. Никто не собирается уходить, все собираются только приходить. Ну и как и безумная активность россиян, которые все наконец-то поняли, что Китаю нужно выходить, с ним надо дружить, захлебывается от предложений выхода на электродные площадки российский экспортный центр и другие игроки. То есть активность с двух сторон очень высокая. Я бы сказал рекордно высокая. В принципе, это логично и понятно. Но никто не собирается в этих условиях уходить с российского рынка. Ну и Минкоммерция и КНР также подтвердило то, что не собирается нарушать регулярные торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. То, что еще важная такая небольшая новость, но это достаточно важная новость, которую бы я хотел сказать. Это то, что для малых предприятий Китая снижается подоходный налог с 25% до 20%. Малые предприятия китайские, это в основном небольшие экспортные фабрики, это предприятия общепита, это рынок услуг в городах, это 80% занятых в китайских городах. Для них снижаются налоги. Это свидетельствует о том, что китайская экономика продолжает находиться в стадии рецессии. Несмотря на то, что сейчас Центробанк заливает деньгами сразу несколько направлений, это попытка сдержать курс юаня, попытка сдержать биржу. И несмотря на это, все равно экономика не восстановилась. Большое давление именно на социальное, на, ну сложно назвать малое предприятие средним классом, не все они обладают доходом среднего класса, но тем не менее правительство пытается уже, раньше в период пандемии делало налоговые каникулы и кредитные каникулы сейчас делают тоже такие налоговые послабления. И китайский бюджет, он лишается 400 миллиардов долларов примерно ежегодно. Но мы знаем, что китайский бюджет, он еще лишается и налогопоступления от продажи земли, это основная, одна из основных статей после налогов для поступления региональной бюджеты. На этом фоне, конечно, ситуация в китайской экономике не выглядит, скажем так, слишком оптимистичной, назовем это достаточно обтекаемой. То есть Китай продолжает стагнировать и находится на грани еще очередного шока, который может привести к коррекции фондовых рынков. Никакого восстановления не произошло, инфляция также влияет на китайские рынки, как и влияет на все остальные. И, конечно, здесь очень большое влияние оказывает на политику и на будущий съезд 20-й. Многие говорят, что Си Цзиньпин не будет начинать тайваньскую операцию, потому что 20-й съезд должен пройти в тишине, в спокойствии, без потрясений. Но мне слабо верится, что, имея такие мощные экономические проблемы, имея нерешенный вопрос с омикроном, хотя, ну, теоретически он может решиться в течение нескольких месяцев, но каким образом он будет решаться, если уже блокируются десятки миллионов людей снова в китайских городах, и не у многих остались за эти пандемийные годы средства к существованию. То есть здесь очевидно, что никаким спокойным этот съезд уже не будет. И что ожидать, какого спокойствия того, что сейчас происходит в разных сферах экономической жизни Китая. Тем не менее, это так. Еще раз прошу подписываться на Яндекс.Дзен, подписываться, соответственно, на Телеграм-канал, где это тоже все будет размещаться. на, соответственно, если вы не в России, или у вас не заблокирован Ютуб на Ютуб, если вы еще не подписчик, и распространять этот ролик во всех доступных у вас средств в социальных сетях. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Какова реальная политическая и экономическая система Китая? Представляет ли китайская нация единый этнос? И как политическая теория о субэтнических элитах раскрывает скрытый механизм политической борьбы в Китае? Как региональные элиты определяют внутреннюю и внешнюю политику Китая? Как Китай воспользуется крымским сценарием, чтобы вернуть Тайвань? И почему Тайвань – это первый шаг к глобальному господству Китая? Важнейшие проблемы роста китайской экономики. Что мешает Китаю стать мировой державой? И выдержит ли он глобальный экономический конфликт с США? Новая конституция КНР. Сможет ли правление Си Цзиньпина продлиться на следующие 15 лет? И как изменятся российско-китайские отношения за этот срок? 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Бестселлере, ставшим практическим пособием для руководителей России и ряда зарубежных стран. «Китайская власть» – лучший подарок руководителям системы государственной власти, крупным предпринимателям, нынешним и будущим, а также всем интересующимся объективной информацией о возвышающемся новом центре многополярного мира. Ссылка на книгу в описании ролика.